Бог встречает их, все их гонка величают, и Тареевич венчают. Княжи шапкой и головой возглашают над собой, И среди своей столицы, и разрешенной царицы. И вот тот же день стал княжить, он и нароский князь Гвиндон. Ветер на море гуляет, кораблик подгоняет, он бежит к себе в волнах. На разу в парусах корабельчики дивятся, на корабли трубятся, На знаком острову чудовую, городного золотого лавы, Пристань с крепкою заставой, пушки с пристанью полян, Уропью пристан вилять. Возьмите на 2-й, а вот он. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро, планета Земля! Доброе утро, планета Земля! Я стою сейчас с моим другом, вот. Я себе купила его. А знаете почему? Потому что очень сильно люблю вяленое мясо и вяленую рыбу. Ну и дети, особенно Зара, очень сильно любят сушеные фрукты, ну или вяленые фрукты. Так вот, я все-таки решила себе его купить. Вот такой дегидратор называется. Я его как-то у кого-то увидела, ну и мне понравилась эта идея. И теперь я тоже хочу сушить. Тоже мама мне говорила, что у нее яблок много. Ну не у нее, а у нас. И как бы мы не успеваем все кушать. И именно это как бы, ну и заставило меня купить. Вот такой вот герейд. Называется, сами уже видите, обергов. И он может сушить овощи, фрукты, мясо и рыбу. Думаю, я запущу его вместе с вами. Буду идти строго по инструкции. И посмотрим, что получится. Покажу вам потом, что получится с ним. Вот так. Ну, в принципе, тут даже, по-моему, ничего не надо, кроме вот этого дисплея. Тут стоят градусы. Вот. Включил, выставил градусы. А, и время, наверное, надо будет посмотреть все-таки. Может, в рецептах где-то тут стоят. Короче, будем вместе разбираться с вами. Начнем с яблок. Потом будет у нас мясо, рыба. Короче, все буду пробовать. Кто скучал по нашей кисатулечке? Ой, лежит. Надо было ей имя дать Багира, а не Бетти. Где ты, Бонечка? Она у тебя отжала место, да? Ну, сядь ты уже. Место отжала у тебя кошка? Да? Это ж твое место. Вон. Лежит. Развалилась. Сейчас будет опять нападать, наверное. Да? Ой, господи. А это ты что тут развалилась? Пошли. Вот. Вот так, скажи, мы играем. На тебе. Вот так они играют. Как кошка с собакой. Да? Скажи, как кошка с собакой мы играем. Вот так. Ой, не могу с этих... А я пойду в душ схожу. Надо перевести себя в порядок. Потом мне надо поехать по делам чуть-чуть тут. Разобраться со всем, как говорится. А потом уже, когда приеду домой, наверное, за силиконю душ, чтобы он высох, чтобы я его завтра уже помыла. Вот. И тогда мы уже сможем в душ ходить у нас. Вот такие дела. Надо потихоньку переезжать. Хочу вещи перенести в Секана. Потому что он спит теперь уже со мной вместе в доме. И, короче, и бегать туда и сюда. Он свою щетку вчера принес там. Короче, половина там, половина тут. Уже надо перебраться, короче, чтобы уже и в душ там сходить, и одеться, и все. И уже просто прийти, скажем так, на завтрак к маме. Потому что кухня еще пока не готова, пока она не готова, завтракать будем пока еще тут. А я-то уже привыкла сюда ходить, на два дома жить. Так странно, что, ну, потихоньку все меняется. Я, конечно, этого уже очень долго ждала. Но все же как-то не прийти с утра к маме, как вот ритуал уже, блин, второй год, да, что не тут завтракать теперь, а там завтракать. Все как-то, ну, очень странно. Но ничего, привыкнем со временем. Наконец-то я буду пить кофе в покое. Ну, как в покое. Конечно, со временем будут Сара и Кан все равно, как бы, опять же, драться по утрам у нас. Но как-то у нас по-другому. Я как гаргну, и все сразу разбежались. А тут, ой, и родителям будет покой. И мы сами себе там хозяева. Вот. Так что надо идти уже, собираться и поменьше болтать. Пока я не забыла, и перед тем, как я пойду в душ, быстро отвечу на один. Это не вопрос, а как бы произошло, как сказать, были такие, как сказать, ну, события, ну, короче, вы меня поняли. У меня, как всегда, не хватает словарного запаса. Блин. Я ехала, когда с женщинами. Я вам рассказывала же, что одна из них, как бы, моя подписчица. И она организовала, скажем, ну, поездку в Калининград. И они были недовольны именно автобусом. Автобусом, потому что они думали, что будет там, не знаю, больше комфорта. Так вот, что я могу сказать? Это простой маленький автобус. Как семь сидений там. Это Мерседес или Мерседес. Как сказать? Не так, что как в большом автобусе, что там много места, да. Всегда, если это спринтер, там, Мерседес, или там какой-то фамилиен вэн, ну, семейный, вот этот вот вэн Мерседеса, да. Ну, у них не могут быть сидушки, как бы, широкие, да. Это простая машина. Не знаю, какого комфорта люди ожидают. Вот, тем более, это частник. Я вам об этом говорю сразу. Это частник. И он может вести с собой какие-то там вещи. Да, у Миши какой-то особый юмор, скажем так. Я могу даже иногда с ним там чуть-чуть что-то подискутировать. Вот, я, конечно, стараюсь ему, ну, как сказать, чуть-чуть преподнести, что некоторый раз он, ну, люди не понимают его юмор и могут обидеться на это. Чтобы он, как бы, чуть-чуть придерживался, вот. И он не то, что он кого-то там оскорбляет. Ну, например, была такая ситуация. Женщина нам пыталась объяснить, куда ехать, вот. Вот, но у нас был навигатор, в принципе, он тоже нас вёл. И она говорит, вот-вот-вот, там за, где красная машина, поворачивать налево. А он всегда говорит, где красная машина, не вижу. А она ему говорит, да вот же, вот же она. Вот это, а он говорит, нет, не вижу красную машину. Ну, и потом я говорю, Миша, перестань уже, как бы, это самое, скажи окей, и всё. И женщина, как бы, чуть-чуть обиделась на него. Сказала, всё, я больше с вами не разговариваю. Ну, как бы, она хотела помочь, а он показал, как бы, ей, что он шофёр и сам доедет уж как-нибудь. Тем более, я ему помогала. Ну, ладно. Ну, вот такие вот вещи, как бы. Поэтому мы болтаем много, вот. Не то, что же прям много и всю ночь. Ну, как-то вот не так, чтобы пришёл шофёр, сказал вам, здрасте, сел, и всё. И полное молчание в автобусе, и никакого развлечения, как говорится. Ну, каждому своё. Кто-то любит с частниками ездить, кто-то любит на больших автобусах ездить, кто-то любит на маленьких автобусах, но через фирму, да. То бишь, через фирму это вот только перевозки людей и всё. У них и мест побольше. А Миша, так как он частник, он, конечно, пытается и своих вещей каких-то там закинуть, потому что тоже, получается, живёт на две страны. И сейчас, например, у него ещё прицеп такой маленький, который он с собой туда-сюда, как говорится, возит. Но это ничего страшного. Этот прицеп никому не мешает. Он очень маленький, подвижный, поэтому его и не чувствуется так, когда едешь в автобусе. Ну, чтобы так, если я буду вам, если вы просите меня номер телефона этого человека, я, конечно, этот номер вам дам. Но вот так вот. Он частник, да. Приехали мы в город. Ждём нашего опу. Ну, ладно. Нам надо тут решить одну, как говорится, проблему. И мне нужна его помощь. Так что, ну, ничего. Сейчас подождём. Доделаем дела. И потом я хотела бы заехать куда-нибудь купить рутер. Как он на русском? Короче, Wi-Fi. Бокс вот этот вот. Потому что у нас только одна. Канн её постоянно туда-сюда с собой таскает. Нам надо своя для своего дома. Чтоб уже она там у нас в доме была. Чтоб её никто никуда не таскал. Вот. А где её купить, я не знаю. Сейчас буду смотреть там на Авито где-нибудь. Нормальную такую хочу купить. Чтоб она везде раздавала по всему дому Wi-Fi. Ну и всё. Простите меня, конечно, что такой ролик прям опять балдан. Вот Ливыхи. Но хотела сразу проинформировать. Потому что, ну, после того, как люди знают, что я езжу туда-сюда, в Германию, и вот про автобус, чтобы не было потом такого, что, ой, ты мне дала там номер телефона какого-то, ну, частника и так далее. Поэтому я хотела вот вам всё объяснить и разложить по полочкам. Так что встретимся завтра с новыми новостями. И я вам расскажу, почему я ездила в Германию. Так что оставайтесь со мной, не переключайте. До завтра. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...